последнему занятию ну кроме умнялась все соусол понятно да потом будут непонимания говорили так закончили бы на унилаус это идентификация когда другой сервис ну какой-то ресурс вот нам говорит что да это этот пользователь то есть гарантирует нам определение ну грубо говоря current юзера используют все это протокол оаус 20 людям поэтому и называется умнялась вот все помнят как работает или повторить еще раз ну да но это это то что он делает вот так как он работает то есть есть у нас какой-то ну данном случае у нас это будет фейсбук неважно это может быть просто самописная штука есть наш сервис мы у нас не держим там логин и пароль и тогда для пользователей унесли учетная запись в одной единой системе то есть это фейсбук либо если это какая-то корпорация своя какая-то учетная запись вот и мы просто пользователя перенапон к нам идет авторизироваться там всего один логин нету регистрация либо логин либо registration просто идет на логин и мы его всегда отправляем вот сюда вот но это не всегда можно именно отправляет и мобильный телефон и так делают ну соусол смысл уже отправляет сюда и и задает ему в параметре redirect url то есть как он к нам может сюда обратно вернуться по такому по какой урле нас этот сервис должен сюда отправить вот здесь вводит логин пароль свой вот сервис видишь что это что это за пользователь генерирует ему уникальный ключ какой-то неважно какой-то может спецификация то есть я саму спецификацию глубоко не залазит вот он генерирует ему ключ и и с этим ключом он redirected потому рука как наш сервис которому сказал обратно его веди сюда вот и после логина он генерирует ключ и с этим ключом он пользователь попадает вам сюда обратно вот мы получаем этот ключ с этим ключом мы ну там какие-то символы да там цифры не важно что-то мы с этим ключом мы делаем пост запрос обратно в этот сервер и говорим к нам пришел пользователь от тебя вот с таким вот ключом вот и этот сервер завреда это пользователь там имя такой-то аватара у него любые даты может предоставлять абсолютно вот его айдишник у нас там у фейсбука да у каждого пользователя исходить и там ник там еще что-то там дата рождения очень неважно и даже в френдлис весь отдать вот он такой-то и все и мы знаем что за пользователь то что нам фейсбук гарантирует что это он с таким-то ключом к нам обратно пришел это вот такой вот юзер мы принимаем это за действительно ему сам создаем учетную запись либо смотрим если он у нас апдейтинг ну и делаем его current user ну примерно все понятного делает это геном у меня у меня не сработал потому что забыл сервер перезапустить не обвинется вазе создал настройки у меня у вас это база сама для работает с уаус 20 и есть под все популярные соцсети гем там называется так и называть там омни аус фейсбук омни аус гитхаб омни аус linkedin омни аус вконтакте там вшиты настройки домена имя этой соцсети куда именно пользователя нужно там от их ней документации вести откуда делать этот запрос этим ключом что получить данные в принципе там это все вши там вот по этой причине мы добавили в джем файл наши у меня аус и у меня аус сейчас забуду переключиться больше у меня аус и у меня аус фейсбук все мы использовали с риме гитхабовский хреб венециалайзе создается у меня аус вот и и он в релс аппликейшен конфиг middleware в общем это медведь юсу middleware он позволяет сюда вставить грубо говоря миксин который в общем до наших раутов сюда ничего не будет доходить поэтому в релс раутс нету смысла смотреть что дает этот у меня аус это все еще происходит да вот ну мы еще пройдем middleware там более интересуется может запихнуть прочитать руссарелс так как мы используем провайдер там фейсбук да у нас будет соответственно он будет настройки брать из нашего гема у меня аус фейсбук вот по этому параметру и мы там создали аппликейшен в девелоперс facebook.com и создали что это в аппликейшен и он нам предоставляет аппликейшен кей по которому фейсбук там определяет что это за приложение да и и мы туда добавили наше наше доменное имя это localhost 3000 или для чего это нужно чтобы ну вдруг кто-то у нас что-то украдет наши настройки будет со своего доменного имени говорить что это ну не знаю что там регистрацию используют какие-то там знаменитые ресурсы да кто-то возьмет его украдет настройки то фейсбук сам задетектит что не эти настройки не с этого доменного имени из чужого сайта никого не пустит под наш аппликейшен использователи там по папе выводится такой-то аппликейшен просит авторизации вот кого не будет на этом общем для security вот билет соответственно умняус нам дает дает юрел почему в рекордс не видно потому что он еще дорогом ничего не заходит изначально под лежит он дает нам слышал вот юрел и сюда мы вбиваем наш провайдер в данном случае если у нас там фейсбук дата будет место провайдера у нас аус фейсбук нам сюда нужно просто на наш ресурс и детам дед запросам и перевести пользователь вот соответственно это все подхватиться билдером у меня уса он увидит что фейсбук посмотрит внутри гема у меня у вас фейсбук куда надо редиректить пользователя возьмет там вот эти вот настройки security ключи вот и а редиректы юрел уже мы задаем принципе сами но он по умолчанию есть его можно конечно кастомизировать сюда же указать колбак юре вот по умолчанию это будет ровно то же самое только колбак то есть наш фейсбук обратно сюда приведет пользователя соответственно это мы тоже можем быть параметром провайдер вот сюда придет наш юзер конечном итоге поэтому мы в раутах конфиг раут сербе мы добавили вот это вот что вот так как сюда он приводит а можно его как-то обработать обрабатываем уже в контексте рельсы назвали контроллер сэшенс ну и метод кредит вот создаем тут сессию нашего пользователя поэтому сейчас поднимем наш сервер что я тут писал прошлый раз это это в модели сейчас мы девайс не трогаем это дома пока отложил убрал мы туда добавляли у меня усы был это еще у меня у сможет сразу девать сейчас мы рассмотрим пока у меня усы отсюда убрано сейчас девай сообщение как не трогает у нас актуализация девайсовская через email и и пароль так и осталось сюда можно еще и за микси не то есть сам девайс им эти управлял я это убрал сейчас мы рассматриваем отдельно у меня вот в общем подняли на сервер идем на логопост 3000 соответственно у нас есть слэш аус фейсбук сейчас из фейсбука разлогинюсь теперь когда я пойду на слэш аус и наш провайдер называется фейсбук фейсбук вот меня лучше перебросить на фейсбук перебросил сам то есть как вы видите здесь есть он берет с гима этом это с документацией фейсбука работа об кей а наш задал ну соответственно с настроек для которым отбивали что тут еще вот это callback url будут очень длинный урл а тут колбек то local хост аус фейсбук колбек это куда у нас потом переведет вот очень длинная урла привел и надо убить и ну так как у меня уже я принимал условия там будет выскакивать окно на такое-то приложение вы там подтверждаете но идентификацию очень нажимаем войти да я знаю я просто не помню это находится поэтому фейсбуку так тут я ставил в контроллере у нас пользователь попадает с которыми здесь просто мне стоит беден про то есть вот сейчас урла еще не извинилась потому что респонс еще не отдался сервера но на самом деле могут сюда вот попали в крини потому что у нас callback url довел ваус провайдер колбек то есть аус фейсбук колбек и поэтому сэш и скреется с контроллером этот крит у нас стоит на не виден правил вот соответственно вот мы сюда и попал сейчас я помню аус у нас всегда есть контроллере и метод который возвращает объект объект request request вот и он не аус вшивает в у меня аус . аус в этом объекте из мета . н то есть таким образом у там сейчас мы можем посвечу в парамс пришло парамса вот нам фейсбук сгенерировал код какой-то длинный вот и когда мы вызовем этот request и у меня аус аус то есть наш сервис наш наш сайт даст туда на фейсбук запросы там кодом и получит данные вот нам приходит код ну куда и кроме кода несет ну там стоит какой-то тоже на фейсбук что-то короче делает вот соответственно нам нужен request n о мне аус аус и мы получаем данные пользователя то есть ну они понятное дело то есть кардыша лэк спарит он дает там и толки для того чтобы мы это толкин сразу авторизации соц сети если мы будем использовать и тем там фейсбук то мы с этим толкином можем обращаться там и доставать например там френдов у пользователя ну зависимости от скопа то есть параметра по умолчанию нельзя лучше мы можем в саму настройку но если посмотреть в доке фейсбука в зависимости от соц сети и мы сюда можем добавлять и есть опция и скоп она там какая-то дефолта дефолтного предоставляет аватаре и мэйл и и на вот это все специфично для соц сети в контакте и не дает и мэйл и номер телефона он не дает вот здесь можно там указать friends там в общем и так далее какой скоп мы хотим у пользователя получить какие данные когда будет это окно авторизации ему выскакивать ему будет говорится что какое-то приложение будет иметь доступ там по таким каким-то пунктом вот что ты в общем был в курсе ну там по умолчанию что я не помню ну не в этом случае вот и он возвращает то есть говорит что вот такой-то и мы есть вот вот такой-то вот у него айди есть видит это тоже специфическая штука почему сейчас это рассказываю потому что нам нужно как-то пользователя уникально идентифицировать потому что имел можно поменять например в фейсбуке это как бы тот же самый пользователь он обратно приходит он с другим имейлом на самом деле фейсбук не меняет айди вот поэтому нужно привязываться всегда пойти проверять искать пользователя если только фейсбук у твиттера иди всегда меняется вот нету никакой гарантии что в следующем запросе приеду пользователя тоже самое иди у них там распределенная короче база данных наверное из-за этого не знаю но твиттере в годе нельзя привязываться поэтому это все специфично в зависимости от соцсети вот мы есть имя соответственно вот и чё там еще и ну и ему тут дублируется ну и соответственно аватара какая-то дается ну то есть можно подтвердить что-то наш пользователь вот и чё нам остается делать прийти нам нужно теперь ему сделать сессию чтобы определять как карантюзера потому что другой сервис нам подтвердил что он есть вот но никто не запрещает эти данные на сохранять бд что потом в следующий раз просто определяет что это этот пользователь да на случай фейсбук мы можем пойти да так как у нас может быть много провайдеров мы должны мы можем добавить там проходе провайдер от кого пользователь зарегистрировался ну и теперь делаем мы сейчас мы расправимся эти весь вот этот пример хеша в принципе есть документация вот и сейчас придумаем как мы все это будем хранить так как у нас уже есть девайс то у нас уже есть юзер какой-то я не помню с этим и мы вам не с этим то нам нужно посмотреть по какому-то уникального идентификатор если этот пользователь если его нету нам нужно его создать если есть оно нужно его авторизировать авторизация это у девайса происходит через сигн-ин метод ну и сразу как у меня у сразу строить в девайс мы смотрим его отдельно поверх девайс 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 метод девайс метод то есть мы берем объект юзера говорил что это юзер но помолчанию вас сейчас только юзер и вызываем просто сегни туда передаем юзера и он сразу создает сессию девайсовскую ну примерно вот руками это писали да там сэш отписанных зароди он там немного все по-другому делать вот но в принципе тот же и потом у нас уже будет карантин за себя деляться бизнес чё нам теперь надо нам нужно создать ну и под какого-то юзера провайдером какого-то вот и туда будем вписывать с какой социальной сети он там фейсбук данном случае и идентификатор ю ю айди оставим ему да по нём будем определять пользователя у фейсбуке он всегда уникальный ну и выбивать ему first name last name они отдельно тут не приходят и мы будем забирать вот имел у нас обязательный а пароль а пароль мы сможем так как и девайс просит одну как обязательна поля пароль пароль будем генерить вообще какой угодно подожили что просто против валидации боюсь будем скипать вот поэтому делаем релс генерей и грейшен и от провайдер ту юзер сейчас руками все сделаем миграция это колонн это колонн таблица называется юзерс на добавляем ему провайдер провайдер и будет тип стринг это до 255 символ принципе хватает следующее у нас будет идти ю ю айди ю айди будем сохранять это будет тоже стринг потому что фейсбуке то числа вот толки нам не нужен спаре сайт фейсбуке это числа в твиттере это не числа вот всегда перестраховываемся на 5 все равно почем искать да как мы постоянно будем искать пользователя по ю ю айди никого то мы сразу сделаем это индекс чтобы это быстрее все происходило индекс users и ю айди делаем индекс так first name last name у нас есть мы просто будем разбивать по пробелу вот и закидывать и имел у нас тоже у пользователя есть будем его записывать принципе этого достаточно делаем рейк дебе игры и добавляем поля на что в лицо юзер сейчас сразу документации я заберу этот так это девайс вот этот аус хэш пойду в сэшер с контролем сэшер с контролем делаем траве вот правило вот у нас есть аус у нас тут интересует класс он не аус хешимаш вот это значит мы можем по символу сюда обращаться что получить дэн шанс экстра внутри лежит трава инфо просто есть инфо инфо просто есть инфо вот так инфо и ю айди 1 нас интересует и у айди вот этому обернули все в метод да мы забираем ю айди и по нём пытаемся искать у нас пользователя существует ли только мы назвали там видео идея 10 йоги но неважно делаем юзер нельзя использовать ну фанки чит пойди дамы будем искать find by find by и указан ю айди назвали а вот этому ключу если у нас некий юзер пытаемся его найти ну соответственно если вы а еще провайдер очень важно вот и еще провайдер тут провайдер у нас а вот у нас приходит еще у нас и провайдер отдельно вот мы знаем провайдер то есть вдруг все-таки одичники в разных соц сетях одинаковые мы по провайдеру фарбай он принимает хэш любые поля и еще по нашему провайдер провайдер на мало будут вот если у нас нету такого пользователя значит мы должны перебить в него там и в юзер юзер блэнк не нашло то есть find by если ничего не находит возвращать ним вот поэтому мы сюда должны в этого и нил создать нового пользователя глупо говоря юзер юзер равно юзер нью и передать него вот эти вот параметры как это сделать быстро и есть метод fight они целая сбай или не шалайс да как правильно называть юзер равно юзер скрипой есть вот и низ и не шалайс бай он либо находит ну делает вот это ровно то же самое если он не находит пользователя с этими данными и он создает нам сразу новый объект просто и все на принципе это не нужно либо находить такого либо создавать так как пользователь может у себя внутри соцсети поменять данные имя там еще какой-то тому сейчас его руками кассана их просто забьем но всегда будем обновлять когда пользователь у нас авторизируется смотреть что у него там нового принципе есть так соответственно мы берем юзер у него есть и сейчас мы пойдем юзер вот наш юзер у него есть фулы который делает на ферс на ими властной вместе возвращать при сфинами на футболе приходит с фейсбука вот но нам придется отдельно разбивать его до то что он полный приходит чтобы за и нитить его ферс на ими вас как это сделать просто мы прямо здесь делаем дэв фумы наоборот равно и сюда какая-то заходит ну понятно все помнишь что эти методы это на самом деле то же самое когда мы на юзере вызовем на нем . фумы и пробел именно эти методы и вызываются и сюда зайдет валю нам нужно его засплетить по пробелу по пробелам его засплетим вот и и назовем его там как-то неважно и соответствие и сюда мы засаним как ферстный это будет первая часть нормальный ферстный ферс вас на ему так вот назовем перемены что здесь у нас ферс вас на и вот соответственно будет у нас массив дамы расплитили то сюда пойдет первое значение а сюда у нас пойдет второе значение властные властные подчеркивает их не определяет сейчас мы их заселку и все он нам сразу фолмей расскажет ферстный муевастные что наделать соответственно когда мы вызываем терцем и вот таким вот образом вот у нас есть юзер инфо юзер инфо соответственно у него мы забираем фулны и это промпромтный включенный нам это все приходит вот так вот автоматически фулны и форста имеластные зато на всякий случай емейл собака юзер емайл это и будет наш юзер инфо емейл так и у нас уже здесь заданный провайдер у нас здесь заданный так череду пользователя у нас с аватарами мы ему делали промпром и заточит файл вот если заточит файл аватар но и так как мы используем здесь папер клип папер клип штука умная симу скорбит ссылку он эту аватару сразу заберет и сохранит он приходит с плохим расширить разрешением ну на принципе все равно есть некий имидж мы его сразу так это нам уже не нужно мы его сразу сюда и зададим что юзер аватар 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 это у нас имидж с юзер инфо у нас должен создаться пользователь это нам теперь уже не надо пока месте вот ну и соответственно нужно пользователя засейвить нам нужно пользователя это сделать на нем сейв аватар сейв так ну это у нас валидацию не пройдет по простому способу потому что если мы возьмем какой-то и юзер ю ну имел то у нас там юзер валит на нем можно проверить да и посмотреть и юзер герос вот и у нас главное будет имел мы задали у нас паспорт будет мы должны его как-то задать ну будем чтобы скипать валидацию просто генерировать какой-то ему дефолт дефолт так и и и сейчас там у девайса был специальный метод который генерировать рандомный пароль и девайс и не пас вот а то 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 понятно регистришь и паспорт а вот девайс френдли толкин ферст и сколько штук после как он работает работает он каких-то 8 ну даже давайте чтобы никто не догадался сделаем 16 мы сейчас этот метод еще будем использовать следующая тема у нас будет api и в принципе есть куча даже в руби какой-то есть security security токен не хочу так подсказку делать у фейкера тоже есть да у фейкера тоже есть вот но у фейкера не сильно безопасно использовать может там какие-то короче наборы заблаговременно известно ну и за что за шифрование может у него там оно есть ну да можно фейкер фейкера тоже есть паспорт можно чего угодно ну просто в данном случае у нас в геймфайле фейкер только в development test вот поэтому на продакшене не будет работать а девайс у нас все равно есть вот ну в принципе там и само можно писать что такое секью рандом секью по-моему рандом сейчас я делаю rails rails меня рата секью рандом 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 секью или секью рандом актив суппорт секью рандом вот и называется этот самый сразу в рейсе он идет в актив суппорте классный найдет вот он нашел у него здесь генеры undefined метод generate for secure рандом модула сейчас посмотрим здесь у него есть openssl or hex один из вариантов hex base64 сразу есть там ну в общем секью рандом у него там есть разные разные штуки может там что-то генерировать hex рандом байт еще заметно есть она принципе все помнишь что 6 секью рандом рандом наоборот есть и сока штук надо в общем способом куча мы будем использовать девайс можно сразу здесь это все за использовать и можно можно поставить на у нас есть after initialize да это будет плохо и надо сделать before validate сделаем так как именно перед валидацией проходит проверка на наличие пароля before validation лучше выносить всегда это в метод для того чтобы ему можно было покрыть тестами по правилам private методы и протекты тестами не покрываются вот ну это идея юнит юнит тестирования так и что мы делаем и если у нас паспорт паспорт blank пустой паспорт то мы его сами ему генерим через вот этот девайсовский девайс friendly талкин куда ферст шестнадцать из ферс просто френдли талкин он объект а не френдли талкин он и так длинный делает поэтому просто сделаем френдли талкин просто все по месяц девайс френдли талкин ему просто генерирует так сейчас мы попробуем все это дело зайдем в релс консоль возьмем просто нового юзера на нем вызываем юзер валид юзер валид юзер юзер вам все нету только сообщение насчет имейла то есть наш before validation сработал задал какому-то пользователю паспорт вот задал значит работает будет какой-то дефолтный паспорт так проверяем мы сразу сейвим еще пользователя ну понятно что вот эти наборы параметр которые находятся там в юзер хэше там в инфо на имейл они будут специфичны для каждого социальной сети вот то есть лучше там отдельно делать там для фейсбука отдельно еще для кого-то делать ну как минимум там то есть над разные методы разбить и смотреть по креиту какой нам пришел провайдер у нас это будет парамс провайдер не обязательно сюда лезть у нас все это есть в парамс так как к нам приходит слэш аус фейсбук callback мы это сделали в рот вот сюда вот в провайдер у нас есть парамс провайдер просто парамс провайдер то есть мы всегда знаем вот поэтому там просто кей через кейс либо через если какой-то парайд провайдер и метод вызываем специфичный для фейсбук так серию нашего пользователя и по как у нас девайс нужно сделать ему сигну им чтобы его авторизовать собака юзер вот вот в принципе и все ну и от редиректы куда-то ну куда-то на главную страницу например редирект to root pass вот можно задать там notice какой-то flash notice notice welcome from fb welcome from fb welcome from fb конструкцию можно сюда передавать что будет в принципе равносильно что такое flash все помнят если не помнят скажите потом просто в сессию записывают и в следующем редиректе пользователю эту штуку достает она нам доступна в контроллере его view и удаляет ее сразу на один редирект чтобы между редиректами передавать какие-то данные секьюрные данные не передаются ну вот ну такие вот там какие-то сообщения чтобы гуляли то это возможно но здесь welcome from fb так ну ну давайте проверим вообще как у нас юзер сединиться либо не сединиться сейчас мы находимся в билинг правил у нас тут еще все пустое он сейчас вам скажет что не может найти темплейт ну потому что у нас там не стояло редиректу action-контроллер missing template мы знаем что нам темплейта не нужно с этим самым юрелом нету смысла делать запрос потому что фейсбук по этому ключу один раз только отдает данную скажет а с таким короче кодом уже там пользователь приходил поэтому не пустит никуда поэтому нужно опять пойти аус фейсбук аус фейсбук аус фейсбук как я там уже дефицитировался он меня сразу обратно перекинет и redirect forbidden фейсбук он выдает что не может получить доступ к этому самому jpg файлу jpg файлу ввиду youtube nfo а аус у нас метод называется аус аус посмотрим аус х так все они еще не понятно х х провайдер фейсбук image оттуда forbidden токен не дает доступ на саму аватарку получить а когда именно потому что я зарегистрированный и свою вижу он здесь юрики сейчас мы заберем и попробуем забрать и через кур отдаст ли он ее не отдает через корр фокс файерфокс показывает здесь просто идет редирект но что-то не хочет ее сразу забирать сейчас подумающий на время степнем аватару ссылка есть user info и мы что выдает уж она мало из не говорит форби на redirection for беда он дает нам redirect наша штука не знает как его воспринять picture вот сюда вот в htps в дырном все правильно здесь это и лежит в принципе лежит окей сейчас мы скипнем с аватаром разберемся идем обратно в фейсбук сразу по новой он дефонит метод 7 info session контроля 7 и еще раз возвращаемся user еще раз пробовал на фейсбук пойти вот принципе все мы попали но это же дефонтная блэнк аватар показывают вот но пользователь есть можно здесь вывести его first name там и лазны ну и соответственно лагаут работает равно точно таким же пуль способом если мы сюда пойдем зайдем в профайл иван бандаренко сбилась у нас фейсбука мы сейчас находимся где-то в релс консоли где-то находились на вышел релс к и посмотрите у нас юзеров должна быть 21 был наш этот мин до юзерка у нас два вот и кер последний ласт ну это вот и у айди с фейсбука взял что он пришел провайдер с фейсбука иван бандаренко года бандарин ночи мой имел авторизировали пользователя через социальную сеть соответственно абсолютно любую социальную сеть мы таким образом подключаем и кит хаплин кит вконтакте чего угодно ну давайте сделаем этот и кит хаб и красном девелопмент create apps with no build configuration но крейт они у аус аппликишн так аппликишены спала двадцать семнадцать home page юрил локал хост 3000 аппликишн дискин все равно авторизировал бэк вот ему не сразу нужно отдавать авторизировал бэк и аппликишен 3d фома анну его параметра все на пункт передал но он ему не нужен так мы делаем регистропликишн аппликишены так home page юрил амаз библики от этапы две точки слэш слэш авторизировал бэк юрил масби вылет юрил на сразу указывать у нас идет house будет называться гид хам гит хам сейчас лучше скопируем человеческий фактор может быть окей регистропликишен все создали но какой-то можно так вот есть клиента и клиент секрет для того чтобы там на наш умняус научился куда ходить надо пользователя на гид хапри директив и так далее умняус гид хаб у меня лусы практически для всех социальных сетей даже сложить специфически полу даже под вверху стал есть то есть не придется как-то из-за часа самому писать вот юсомняус бла-бла-бла идем наш и инициал лазер добавляем сюда наш и тху и добавляем ему и кей вот но мы сюда и заходим какую-то все надо сделать как по примерам посмотрим client айди client айди и client секрет секрет да как это находится венециалайзер надо не забывать рестартовать сервер обязательно вот сейчас мы сделаем беден прай потому что формат данных может отличаться сэшн с контроллеры вот стартуем наш сервер теперь мы идем слэш аус слэш не хочет запускаться хочет запускаться баунд статей джеки куб а я не добавил санген он говорит не знаю такую стратегию гитхаб но нужно добавить гем в любви не написали написали я забыл скопировать джем файл у меня у facebook есть добавляем джем у меня у вас гитхаб тушим ваш сервер потушенный мы бандимся запускаем наш сервер у нас инсталлинг у меня у с гитхаб теперь он знает стилю как там работать с гитхабом идем на наш локал хост сейчас мы юзера разлагаутим нет у нас юзера делаем аус гитхаб теперь гитхаб джек юрел мисс матч скрипшен зарядили хочу не не совпадают а сейчас попробуем где ты нахожусь толкин был толкин да из этого ауту каши теперь с ожидать хочет укажите пинец но запроса на степи сработает аппликейшен и хочет пускать другие он все http http почему помолчание то что теперь запасе вообще закал бы куда-либо шему-то указываем его все равно апдейт аппликейшен окей так ну у меня даже сервер вырубился да из-за этого типа как бы зашел куда-то и вырубился окно аус гитхаб даже на рынке ругается прикрыть бумажки ты пар сервера инвалид а степи формат парсин файл потому что он опять кидает на степи с дать наш титепи с так все http у него то она на радио пирал сама задает а это потому что я сюда зашел уже мы идем почти теперь нас кидает аппликейшена 2 спала в 2016 балала и мы там тут сразу этот и перми шансы которые там скопе получали только публичные данные которые так меня видно он только этому приложению разрешает можно там скопе почитать документацию там определенные репозитории расшарить пользователю чтоб иметь доступ вот что то используют например есть такие там траве сергал ся это билд машины ты там авторизируйся он видит в репозитории может там брать по стекле историй код планировать обиды плавить куда-то ну в общем правильный промышлен тоже можно расшарить мы зависли потому что мы видим про и находимся сейчас мы просто посмотрим это замечательный метод в каком пара формате возвращать вам форматы собственно стандартизированы рауинфо надо было использовать рауинфо а не инфо есть видите данных а вот и инфо есть name github аккаунт url и имидж он тоже вот дает то есть в инфо все окей никнейм и провайдеры но ее делитесь маленькие цифры нам это все подходит не подходит и unique у конца фанга юзерс и мэла ну вот потому что у меня уже пользователь с такими видим с таким этим самым есть он а имел должен быть уникальный поэтому он на это дело ругается вот значит нужно пользователя находить начали по имейлу но в общем какая суть какая суть надо эти все провайдеры потому что одного пользователя среди мэйла может быть много аккаунтов например он сам захотел потом приотачить нам соцсети он сам зарегистрироваться через будем пароль потом у нас появилась эта фича нужно все эти провайдеры вынести в отдельную таблицу как-то назвать ее там social network authorization вот как вариант здесь я будет информации у пользователей будет много мы находим в начале пользователя по имейлу если такой пользователь есть смотрим тогда уже в эти провайдеры и чё там ему не хватает создаем нового и вот сейчас заработала на примере с гитхабом я сейчас хукнул я сейчас просто юзера дропнул что таким имейлом не был строй он сейчас делаю и переделываем гитхаб все идем обратно на гитхаб вот попали ну тут соответственно тоже мои данные но если теперь посмотри юзер пол даже ферс да у нас сейчас он один то вот он с гитхаба пришел тоже по этим самым имейлом он просто уникальность по имелу поднимается на ручке принципе понятно как работа они все однотипно создаешь ключей получаешь гему и работы ну вот мы время издавать им мы сейчас вынесем и наш видим про не про нас интересует вот так вот термы делаем раз генерейт грешен крееток и назовем там house провайдер с а нам нужна будет модель релиз генерейт модел сразу была миграция модел аус провайдер назовем ее она будет относиться баллонсу какому-то юзеру указываем references потом у него будет непосредственно сам провайдер это будет стрим стрим что там еще ю айди это будет стрим стрим так и мы у нас теперь не интересует просто провайдер ю айди пароль мы там генерируем левый если его нету ну в принципе все нам ничего не надо да провайдер ю айди я сижу добавим миграция не проблем так идем наши спеке открываем модели вот создался наш аус провайдер и пишем it should have belong to belong to user аус провайдер соответственно в юзере аус провайдер называется терм юзере мы пишем have many have many аус провайдер с провайдер с и должен быть dependent dependent destroy вот вроде все окей идем в нашу миграцию новую и смотрим аус провайдер юзер провайдер юзер добавим еще и индекс и индекс так как у нас указано что юзер это сразу реверенс он там сразу добавить индекс это делать не нужно руками и мы добавим индекс в аус провайдер с полю провайдер делаем breakdb migrate сразу у нас генерируется фактор регион когда она подключилась может сразу факторе герл поправить так это назовем просто для стаба и фейсбук фейсбук и не будем там никакое придумывать там назовем 123 123 нам неважно ну и юзер у нас будет относиться к юзерам вот и что у нас еще интересует в нашем аус провайдере что у нее должно быть шоу 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 то и шоу хэсэм у нас тумане это хотел валидацию валидацию по-моему писали продукте и столько ассоциации ассоциации на счет комментариев это сами не в комментарии тоже ничего не писали а а вот где мы писали и презент спал ваус провайдере ваус провайдере презент слов обязательные поля у нее должен быть и юзер должен быть обязательный сам провайдер и должен быть обязательный и юваке вот соответственно у нас должен быть ю оди уникальный в скопе вместе с провайдером что случайно нас не было два провайдера но это уже пользователя вот у нас есть пример в лайках скопы ту продукты и вначале пишем тест и говорим что у нас уникальный является даже не юзер айди юзер айди на все равно делаем юбайки вместе с провайдером и они должны быть уникальный вместе скопе с провайдером одного провайдера только один такой и они в случае с тиктором там вообще постоянно разные выдает то есть надо будет привязываться скорее все просто чем его пользователей смотри что просто проводить twitter это уже специфическая для социальных сетей так все естественно теперь погоняем сперс и чисто модели нужно погнать наши фейлы но понятно вас провайдер то что он пустой но сейчас мы пофиксим в юзер спирт тут все замечательно можно отдельно брать и так вот его и запускать вот что у нас по экспорте бюджер кэр 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 аус провайдер запускаем но сейчас опять будет валиться потому что депрендент и стройки скажет что он ожидает с меню аус провайдер шубки дэстро и депренденте мы сейчас вверху просто скопируем и смотрим на сколько валидно теперь наша модель юзер валидно данных систем подойдем только наш аус провайдер открываем его аус провайдер модел вот был он в ту юзер есть и начинаю смотреть что у нас что тесты наши прошли юзер мастер сисд вали дэйс поле катас на юзер самого юзера почему там еще ругается на провайдера сам провайдер должен быть и уйди и уйди должен быть и все это у нас на презент струк было четырех осталось один тест юники на скоб провайдер ники на скоб вали дэйс юник юз пол скоб провайдер а начетом стою войти и рот на юморде не задаем что всего можно передать все прошли 5 штук он значит мы спроектировали все правильно если их быстро писать там соусом они экономят и время когда вы все это накидали его потом приходится в раз консоль заходите все руками короче прогонять это просто автоматическом режиме вот так вот быстрее запустить но если работаешь много то за восемь часов там работа меньше просто устаешь если писать начали но не всегда бывают неудобно писать так все у нас правильно теперь мы чем переделаем у нас остается то же самое темы переделываем наш наш сэшенс классов ну за ты если можно сделать миграцию там наоборот а отрыву и создавали то что она нам теперь не нужно вот ну по-хорошему так как если у нас это уже было на самом деле продакшене пользователи этим пользоваться делать миграцию которые эти данные перенесут и другого ассоциации все руками пробежится ну нам интересует сэшекс контроля термы по провайдеру искать файду и не целая сбай не будем вот и по ее иди по иди мы будем пользователя искать по нашему и мы вот поэтому мы делаем файду и не целая сбай емейл емейл и пытаемся найти по нашему эмейлу пользователя вот если нету то он нам с таким таким создастся с таким создастся так и теперь у него мы должны попытаться найти наш провайдер аус провайдер уже провайдера нету смысла искать делаем find buy так же само и ищем пойду войти да это наш и вот его иди-то использовали а блин его удалил у по вопроса лаус кэш войди аус кэш ю ай и и по самому провайдер лайнер это и будет наш тоже аус кэш права вот ходим нашего права файд вот эту и ему тоже надо делать файду не целая сбай провайдер в принципе мы просто могли бы помыло бы найти бы все бы не и не заворачиваться на самом деле вот так как мы сделаем файду не целая сбай если он есть он просто найдется ничего не будет если его нету здесь у нас создался new да и когда мы сохраним нашего юзера сразу у нас там появится аус провайдер что просто мы наперед например знали так соответственно здесь full name остается email остается ну и давайте аватар а он на фейсбуке лагает сейчас проверим на этом самом пределить что не срабатывать не хочет он через redirect его забирать не хочешь через redirect забирать сейчас просто друг через другую библиотеку начали вытянем этот файл то будет что 7 делать аватар тоже юзера севин сразу аус провайдерс у нас засеивается и в юзер засединиться так часто забрал с консоли дробно всех наших юзеров destroy пол строй был первым сейчас подмем наш сервер у нас не бауни лежит все отлично сейчас у меня разлаги нет сейчас мы теперь идем на наш гитхаб аус гитхаб и смотрим что там получается так у меня по-моему не пасть стоит undefined local variable метод юзер инфо вынесем control x сделаем здесь его демф юзер инфо аус инфо что каждый но в принципе да все равно посетил им агрегатор вот так вот опять аус битхаб все сохранил аватара то что через redirect идет вот ну и попали и он в принципе понятно соус о да сейчас мы зайдем в релс консоль еще релс консоль посмотрим что у нас там в конечном итоге получилось и юзер и ферст нам нужен у нас один юзер ферст и но сразу аватара отсюда взял то что не через redirect и шла на прямую так тут у нас провайдеры пустые да и у этого юзера есть юзер аус провайдер и вот есть нас аус провайдер гитхаб всегда дается еще толкин чтоб мы имели доступ там папе можно сюда там и толкин например сети ну толкин экспарится у всех по разному того часу кого там 100 реквестов он дает угол плюс помогает 500 реквестов и часто с либо то либо то потом она заново короче толкин то получать рефрешем и делать но там уже специфически но от от сервиса мы принципы провайдеры добавлять сколько угодно есть вопросы по этой части что-то может сложно еще раз пробежаться что происходит что непонятно делаем логаут давайте сразу в логин добавим логин это у нас логин ведет на вот эту штуку вот логин емейл паспорт мы сейчас здесь делаем социальные сети добавим вирус девайс шерид сэшенс нью сэшенс и емейл емейл паспорт паспорт сейчас внизу мы просто ему и напишем обязательно использовать никто можно простую ссылку да там хлеб хреб а у фейсбук фейсбук ну понятно можно вынести эту строку там флб константу там еще куда-то урл получить и назовем ее фб логин 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 и назовем ее гитхаб и гитхаб логин логин вот у нас появился фб логин сейчас мы брами поделяем у нас появилась фб логин зашел логин выбираешь об этом ее на гитхаб и пойдем на гитхаб ну и соответственно никуда то не пошли выйдет и почему долгое ожидание потому что мы начали погнали сейчас контроль никогда вызываем house он называется house хэш и он по этому коду который мы передали он идет опять на гитхаб получает данный пользователь поэтому он немного тупит ждет пока не с гитхаб отдаст ответ вот и сколько угодно раз можем теперь мы же логаутерцами сейчас мы пойдем в фейсбук пользователь должен быть тот же но только сейчас будет ошибка с этим самым и с аватаром сейчас мы сделаем это что у меня там одинаковые везде гитхаб логин а блин опять гитхаб нажал логаут логин делаем бэлогин но попали там уже самый аккаунт иван бандеринка и сейчас мы можем проверить юзер аккаунт у нас не изменился но у него в юзер и форст и будет аус провайдерс двадцать двадцать проводятся гитхаб и фирт ну соответственно можно сделать их про файл это будет там добавить самому отсюда авторизацию вот мы сейчас мы просто привязываемся к мэл к некому уникальному идентификатору соответственно можно там запросить пароль паспорт confirmation чтоб он нам пришел на мыло вот ну и логиниться через богин пароль вообще никто не запрещает все и есть что это вопрос поэтому сам ну давайте сейчас аватар еще сделаю для фейсбука он обновлялся логин сейчас мы сделаем open url forbidden open grab вот так вот здесь мы находимся есть метод open в этот он требует один аргумент должен сработать а вот это вот он через open открывает и он ему говорит что redirection forbidden redirection forbidden пом помпом пан 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 урлы не съедает файл open url не съедает по случились нас джеб файли есть же файля мы должны были с вами рассматривать а это мы раньше с вами ресурс rest client джима склайн есть стандартная у руби трубе док есть модуль нет у него есть расширение http он позволяет нам давать разные аж теперь запрос опыт полу на базе него он на базе опанирует а там где ты давать мы с вами его смотреть вот есть гемы которые позволяют это все обернуть один из них это расклад если посмотреть порубит улбоксом то самое популярное есть еще htp party называется вот он там соусом то же самое дает а методы get и так далее поэтому мы сейчас его сюда вставим и он должен давать и ну редирект у него будет работать просто внутри он будет видеть что редирект и будет запрашивать ну я так рассчитываю пока не будет запрашивать на exit бандал у меня он реклая джим здесь мы висим еще в ошибке чтоб я ее не потерял и у расклад это есть метод get и мы передаем url и попытаемся сейчас достать наш файл через релос консоль сразу все будет доступно вот я нету форме да но он там получил респонд 200 какой-то контент какой-то контент поэтому мы будем это все оборачивать вот такую штуку респонд get у нас будет все должно все работать будет получать у нас файл попам юзеринфо и мы что тут рел на пробелом поиспользовать но это считается был плохой бы справка с не используя скобки хотя руби его разрешает в суде даже я должна работать идем и заново на фейсбук сейчас это колбаке рынок и пойдем с нибудь работать то что он скажет авторазит под хазбин news короче он на один раз выдает но это все опять же зависит от от соцсети который использует скоса склайн его сыновей у генди призапустил сервер так все идем в аус фейсбук будет всегда теперь наша аватарки но пандер паунд 1 client response а вот этот объект забирает риск лайн дед вот этого штуку гидит нужно с него забрать помню называется более более вам вот она более вот и нужно сделать и теперь файл и пиши файл рид на так как это файл типа на самом деле себя представляет и встать у него и путь сюда уходе методе более все это приходит у нас должен find арку мэн стринг контекст 0 байт ничего себе ну байт уже полно всякого то пришло не вызвал там где надо возвращает будет стр стр будет еще есть стоять будем и но умеет от стр будет сейчас попробуем сборе на фигачке там миссиша сделаем 10 биндинг прай до сэйла ну наконец можно просто аватару сохранять юрел и показывать эти софт развивку с детекин но пандер фаунд да у них хочет рассчитывать как картинку так расклад сейчас мы делать через файл оплот файл это мы ему передаем файл 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 мне это пост сделать вместе с файлом это тоже будет сделать будет сразу решение розоюзы а вот та же самая ошибка нет юрай юрай парс htp start он говорит начале нужно поэтому сделает запрос потом забрать его локейша и только тогда а нормального решения нет get response раз локеша но до начала забирает юрайл только потом по нем еще раз делает запрос есть курн перфору вас эффектив юрайл ну в общем решение столько не прямой вначале мы получаем разделе как локейшина потом через этот локейшин уже имеем доступ непосредственно к этой картинке ну время не будем тратить все быстро гуглиться можно просто ссылка сохранить усомнилась принципе все понятно да вот ну так как девайс это сильно распространенный вообще гем для аутентификации соответственно соусом девайсе нужно как бы сами там создать еще что-то вот так как девайс это сильно такой распространенный можно рассказать монополист в авторизации рельсы то он используется виток ты сейчас мы оставим имейш аватар или вообще вот то понятно дело он работает с многими провайдерами включая его мне обязательно это отдельно писать так как у нас все там все равно есть юзере вот и он там это будет обрабатывать вот сейчас мы отдельно подключали там у меня ус и так далее так в конфиг инициалайзе инициалайзе у нас есть омни аус да сюда мы его создали есть также девайс рб да и здесь тоже есть ум не аус он работает с омни аусом и соответственно в него можно сколько угодно тоже конфиг он прямо в наш девайс добавляли facebook мы уже сами добавляли вот и колбак юрил есть сейчас мы добавим сюда еще наш гитхаб и посмотрим что и всего этого у нас получится гитхаб и колбак юрил у него гитхаб когда мы сюда это добавляем в девайс он нам сразу в роуты добавляет если мы возьмем rails роут выборы краус это четвертый лице и в третьем юзерс аус провайдер колбак это наша юзерси инси инси паб и гидерс аус для саус не добавим аус провайдер юзерс аус еще раз гляну кулки для этого самого все должно начинаться с юзер аус провайдер колбайк все то же самое осталось юзерси инси это модели юзерс мы сюда добавили конфиге нашего девайса конфиге девайса и теперь у нас девайс да там тесно по таблицам датификации регистрацию разрешаем мы делаем ему у меня усилий то есть возможность регистрировать пользователей через ум не а вот теперь он нам фраутов добавит то есть там вот этот регистрация добавляла юзер регистрация сидим вот а теперь у нас появился он конец кп дурак Promo обоих юзер аус сам Он добавляет сразу к юзерам, так как у нас могут быть админы и так далее, я сейчас увеличу, вот, юзер ауз, фейсбук, куда мы должны повести юзера, сразу он добавляет нам хелпер, юзер фейсбук, он у меня ауз авторайз, ну для ленту, да, callback сразу у него автоматически генерит, юзер ауз фейсбук и будет его обрабатывать там в девайс, вообще в своем callback для фейсбука, и у меня ауз, callback для гитхаба будет, вот, ауз гитхаб и ауз фейсбук, вот, соответственно, соответственно, можем callback URL, callback URL ему задать кастомно, в девайсе, вот так вот, ну что в наш старый он ввел, старый наш использовать, вот, сэшн с контроллером, что ввел у нас вот сюда, сейчас проверим, как у нас изменится рейс, рейс рауз, callback URL, users ауз фейсбук, не, не поменял, users ауз гитхаб, users ауз колбек, ну, сейчас проверим, куда он будет у нас ввести, идем у нас, users, ну, давайте на гитхаб, идем, users ауз гитхаб, сейчас надо перезапустить сервер, и как мы добавили новую конфиг, имениться, лайс, теперь все у нас идет от юзера, как users registration, users admin, device undefined метод, blah, 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 for new class, и все у нас, а, ну, callback прямо к нам привел, callback привел прямо к нам, ауз гитхаб callback, фонил класс, и оно что-то, нил, так, сейчас я callback URL обратно поубираю, ресертаный сервер, очень смысл интеграции в девайсе, что нам CSS контроллер, по идее, не нужно будет вписать, так, идем сейчас опять, slash, users, ауз, facebook, так, а, вот оно что, вот мы на users sign in, попали, пошли в логин, и он сам нам добавляет сюда ссылки, sign in with facebook, sign in with github, вот, и куда-то нас ведет, попаши на github, и вот мы сюда попали, и он нас ведет, что он ведет в sessions контроллер, так, парамс, парамс, редирект URI mismatch, а, все, я понял, редирект URL, это у нас теперь, slash users, users, ауз, github, callback, сейчас мы его заапдейтим, проапдейтили, окей, понятно, что у нас никуда ведет, так, тут он, пам, подвисает, здесь, получается, нам омни ауз не нужно, мы его в девайс перевели, в девайс перевели, и callback URL, и тоже используем, девайсовский, сейчас мы, рестартанем все, наши линки теперь генерятся автоматически, нам их совьюхи можно закомментить, и это будет девайс, sessions new, sessions new, вот сюда, девайс шарит линз, они вот отсюда у нас и берутся, фагот, но здесь они автоматически где-то генерятся, что он берет их с этого самого, смотришь, что у меня у вас подключены, сам он генерит эти линки, соответственно, вот так, идем на localhost, идем на наш логин, вот у нас появляется, within facebook, within github, идем на наш github, the action github will not be defined for what, так как мы посмотрели в ray crowds, в ray crowds, мы посмотрели, что наши callback обрабатываются нашим контроллером, который, это namespace, то есть это находится в модуле девайса, как game device, omnihouse callbacks in hub, теперь он говорит, что не знает такого метода, ну action, вот, вот, соответственно, нужно взять, создать вот этот вот контроллер, так как у нас все классы, они синглтонные, они просто сольются, и у него добавится этот метод, вот, и мы уже посмотрим, мы его обработаем аудентификацию, но по образу и подобию, как мы делали просто в sessions, в sessions контрольный, вот, для этого нам нужно создать namespace и девайс, как это делается в контроллерах, если это namespace, создается всегда папка, девайс, через C или через S, через S, девайс, вот, внутри создается контроллер, somnihouse callbacks controller, new file, omnihouse, omnihouse, callbacks, контроллер, rb, rb, вот так вот, yes, добавляем, вот, сейчас мы в него перейдем, где он там в девайсе находится, внутри у здесь он находится, вот, видите, есть уже разные готовые методы, которые можно посмотреть, file message, redirect file.ru, и главное от наследоваться, чтобы они нормально смертжились, наследование не перебилось, наследоваться от, от того, чего наследуется, наш метод, который мы хотим слиться, вот, и сейчас еще раз мы его перейдем, класс девайс, просто от девайс контроллера, девайс контроллер в каком name space находится, ни в каком, сейчас мы проверим name space по нем, через Rails консоль, просто девайс контроллер, там, девайс контроллер находится, там, без name space, поэтому таким же самым образом добавляем, говорим, что это у нас класс, вот, и он говорит, не может найти нам action github, вот, соответственно, мы его делаем, dev action github, создаем, и нам нужно сделать, грубо говоря, то же самое, что мы делали в sessions, то есть перенести, но можно просто, скопировать, контролл с, и вот сюда, вот там это все занести, и эти методы, тоже сюда забрать, ну, соответственно, для фейсбука, надо будет сделать, то же саму штуку, только фейсб, колбекс, ну, то есть еще один метод, мы его сейчас разознаваем, они суставы одинаковые, мы сейчас и сделаем, вот так вот, по-хитрому, мы сейчас этот кредит, сюда и перенесем, и вот таки назовем, create, его перенесем в private, create, провайдер, сэшн, create провайдер сэшн, его перенесем, вот сюда, в private, вот, и нам не хватает экшенов, для каждого провайдера, гитхаб, вот как мы писали, одинаковые, для всех, то мы просто здесь повызываем, потому что нас интересует, и фэйсбук, и фэйсбук, вот, там и там будут все одинаково, у нас происходить, можно вообще было вынятить, и сделать пустыми, и сделать там, before action, короче, здесь был, before action, бы сработал, чтобы пустыми, просто даже объявить, так, возвращаемся, идем в логин, делаем, сегмент, гитхаб, злогин, и сегмент, только на базе девайса, ну, грубо говоря, мы отдельно, как бы, Omniaus сделали, просто его сюда интегрировали, смысл тот же самый, как бы надо в классы, попереносить, короче, вот, вот, ну, настройки в девайсе лежат, логин, фэйсбук, должен точно так же хорошо сработать, вот он сработал, за логиней нельзя ответить, да, вот, да, это я говорил, мы тут, привязывались именно к имейлу, как для автоматической инициализации, ну, какого-то сходства пользователя, если пользователь заходит просто в свой личный кабинет, и говорит, я хочу сам добавить свой профайл, вот, которого нету, то, в принципе, в принципе, ну, тогда нужно имейл скипать, имейл скипать, и, наверное, передавать дополнительный параметр, по которому этого пользователя, опять же, все уже просто, и получается, мы должны, как сделать, если к нам заходит, мы отсюда уже, из нашего личного кабинета, add social network, например, мы тоже добавляем ссылку на регистрацию через Facebook, вот, отсюда уже, только теперь мы в нашем обработчике будем смотреть, у нас есть метод signIn, и если пользователь уже залогиненный, он же вначале зашел же у нас в личный кабинет, и когда он к нам возвращается, он уже залогиненный, и, значит, мы наш юзер выбираем как currentUser, вот так вот, вот, и мы тогда этот провайдер туда вписываем, но у провайдера у твиттера должен быть какой-то уникальный идентификатор, по которому мы находили бы пользователей, то есть, получается, если user signIn, то user будет, это будет выглядеть вот так вот, если он зарегистрирован, то будет этот, а если нет, ну, то, соответственно, вот это вот, вот так, должно выглядеть, если он есть, значит, мы ему сразу его и оттачим, если нет, то, значит, нет, вот, ну, и по провайдеру с твиттером, вот это большая проблема, потому что каждый раз он отдает какие-то разные UIID, а привязаться больше ни к чему, он email не отдает, вот, а UIID у него постоянно меняется, вот в твиттера, то есть, там уже надо смотреть, какое-то сходство придумать по социальным сетям, вконтакте, он постоянно отдает, они тоже ID, но он не дает ни email, то есть, вконтакте тоже сразу не сработает, если мы пользователи пытаемся найти по email, у существующего, он вообще email не отдает, не, никогда, только ее UIID, а сейчас он вообще по телефону, например, регистрирует, вот, то есть, ну, просто опираться на уже существующую авторизацию пользователей, привязывать эту социальную сеть к нашему юзеру, в общем, как-то так, в принципе, сложно, что-то нет, все там, на самом деле, внутри, как работает, я вам удивлю обвести, так, что же делать с этими вот файлами, да, где тут у нас, который в Венециалайзе находится, мы там, я вам не аус сделали, ну, в принципе, сюда мы в девайсе, то же самое, перенесли, то есть, понятное дело, что при позитории, который у нас лежит на продакшене, и у нас много есть девелоперов, которые это все используют, эти ключи должны быть, секьюрные, но чтобы никто не имел там, право на эти ключи, они скрытые, скрытые, и должны, как и в примерах, вы видели, они делаются через n, там, и какой-то ключ, вот, что такое n и ключ, есть перемены баша, которые, по синтезу баша, начинаются с большой буквы, как правило, они все должны быть большие, ну, например, сделаем какую-то my value, вот, его просто можем задать, нет, а если мы запустим просто любой рубишный процесс, даже если ERB, то у нас в Энгли будет все перемены environment, там, да, каких-то по-умолчанию, на самом деле, очень много, там, вот, в самом баша, например, есть, можно их выводить через это, наоборот, переменная в баша, пассивность удостается со знака доллара, то есть, объявляется она просто большими губками равно, что-то там, а что-то ее потом прочитает, надо вначале знак доллара, ну, как пешки, и потом название этой перемены, так вот она считывается, вот, соответственно, там, есть, ну, одна из переменных, часто встречаемых, это, пасс достать, уже какие-то в описании системы есть перемены, там, где искать бинарники, вот, например, в Unix, соответственно, мы это назвали при запуске myValue, какой-то объявили, и его можно доставать через n, ну, и подключить, соответственно, myValue, то, что мы передаем, в рельсе, то, что чаще всего используется, это, rails.n, по-моему, сейчас они он developed, там, смотрят, ничего мы не передавали, можно rails.k передавать через dche, там параметров, раньше такого не было, и сюда production, development, тест, вот, ну, во второй точно этого не было, и еще все по старинке работает rails.n, можно передавать, чтобы такой environment, по-моему, везде там загрузить, соответственно, мы сюда можем любые перемены, вот, таким образом передавать, можно их просто раз заэкспортить, нашу сессию, сделать экспорт, и там название какой-то перемены, равно чему-то оно, и перед вызовом нашей команды, ее не писать, она просто там будет, например, какой-то, myval, он мой экспорт называется, myval, но не важно, вот мы ее заэкспортили, соответственно, если мы сейчас пойдем там в rl.sk, сейчас я скопирую, myval, то будет veng, myval, она, в принципе, всегда, вот, соответственно, нужно на нашем сервере, либо таким образом, откуда происходит экспорт, когда у нас каждый раз начинается сессия, это файл называется, баш профайл, баш профайл, вот, баш профайл сделать экспорт, чтобы они только на сервере лежали, вот, ну, это не всегда удобно, не всегда удобно, можно их выносить, один из вариантов, это, где-нибудь, секрет с ям, могу его найти, секрет с ям, как секрет кейбейс, вот сюда, в зависимости от инварем, так как мы с вами делали, как и странно, у нас есть линкет файл, сами эти секрет, как это называется секрет файл, релса аппликейшн точка секрет, и в зависимости от инварем, это он нам это все превращает в хэш, вот, и все помнят, что мы делали в капе странно, у нас есть конфиг, deploy, просто deploy rb, это все в deploy rb, и мы здесь сделали и линкет файл, вот, и мы сам уже секрет с ям, тоже линковали, то есть мы на нашем сервере, заходим в секрет с ям, и туда их, добавляем эти перемены, и здесь же используем уже, непосредственно, и через релс точка, аппликейшн точка секрет, и там называем его как-то фейсбук, ну, как мы его, под каким ключом его и называли, нашим секрет с ям, соответственно, каждый девелопер, который получает наш этот проект, он со своего аккаунта, создает себе, для локальной разработки, аппликейшн, и сам себе в секрет с ям, их вставляет, а секрет с ям, добавляет просто в гит игнор, чтобы ни у кого не было, никогда никаких конфликтов, таким вот образом, еще какие есть гемы, если все-таки используются, хотим все-таки использовать принципиально, nv перемены, и здесь nv перемены, то либо каждый юзер у себя делает этот экспорт, свои конфликты, но это не всегда удобно, гем как точно называть, я забыл сейчас, отместра посмотрю, rels gem for env variaables .env А еще есть фигура, вот у нас могу напротив фигура, если не ошибаюсь, у нас фигура, фигура, что он дает, короче, он просто есть у нас application.yam, ну и по-моему, чайни у такого файла нет, мы его создаем, и в таком вот стиле, просто в ямле, описываем там ключ значений, соответственно, как у нас стартует rels, любой rels консоль, rels сервер, мы под этими же самыми ключами будем просто делать в интервью, а мы будем просто делать экспорт, ну, внутри уже, вот, то есть, один из вариантов гемфигура, и как вот с примеров, он все будет работать, тоже application.yam добавляется в gitignore, чтобы у каждого разработчика был свой, и на сервере он тоже лежит свой, и просто линкуется в конфиг-директорию, вот, и все, ну, в принципе, понятно, когда-то кидает, и переменные, что эти ключи должны быть, ну, не в github, где-то, где-то лежать, вот, есть какие-то вопросы? Окей, идем на перерыв. Окей. Дальше. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 В общем... Продолжение следует... 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 ресурс логин и теперь игрой раз у меня одна интерна будет мало перезапускаешь на сервер как мы добавили теперь админку и у нас сразу слэш админного по хосте будет доступно не эту кашу стрелу это сам бла-бла-бла администратор после примера писал вот у нас появилась скол администратора для логина админ-юзер админ-юзер вот а наша модель админ-юзера нету в принципе мы сейчас пойдем сейчас выдаст exception ничего не буду логи эффективный девайс админ-юзер админ-юзер лоялс сейчас я сделаю рлс к модели он ничего не создал троллер а вот он создал админ-юзер он создал админ-юзер у него он тоже работает на базе девайса у него есть девайс соответственно мы с этого админ-юзера можем создать себе самого же юзер ну или построить у нас находится сделать пол пусто таком он в седы еще добавляет сразу свой пример sit вот они сид синие он можно нам сразу создать юзер с паролем паспорт example мы сейчас его через консоль просто создадим и длинный паспорт и залогинить вот мы залогинить из коробки сразу нас админ к комикс это не наши комментарии вот это другие его комментарии вот и что он дает что на себе знает это можно редактировать совершен админ-юзера ну минимум добавить еще одного и задать ему пароль какому-то юзер вот ну и потом их редактировать удалять там и так далее там паспорт поменять вот но самое главное что сюда можно добавлять свои модели и иметь к ним доступ полосе все находится у нас в админ админ-юзер дашборд тут все конфигурица ну нам сейчас главное добавить продукты мы создаем define так как называется наша модель как называется наша модель продукт продукт сейчас мы по примеру сюда заберем этого самого и будем рассматривать что нам дает эти фейдинг регистрируем вырегистрируем нашу модель чтобы он знал кому обращаться для круто он сразу дает крутость на литов дэйт дэйт вот говорим что это продукт наша модель с которой мы работаем примет парамс это то же самое что строк парамс который мы перемите в который мы будем обновляющих он их сразу это из 4 из и 3 и 7 такого нету стронг парамсов говорим что на вы продукте будем обновлять это будет у нас нейм и чё у нас там еще и прайс ну как минимум и прайс вот это мы будем обновлять так как он дает крут да это есть просмотр списка продуктов самого продукта это индекс от таким образом мы его расширяем и потом здесь то же самое можно шоу сделать при переопредить они уже по умолчанию есть чем мы говорим айди колумб нам нужно да и мы здесь же будем выводить ней здесь будем выводить прайс и апдейт и апдейт и экшенс это чтобы были ссылки на пьем делит и едит вот фильтр это который у нас сбоку почем можно делать поиски с у нас много продуктов чтобы сразу по ним искали ну пусть у нас будет фильтр по ней по нейму наших продуктов делаем саму форму вот как мы ее будем называть тут админ дейтлс мы назовем продукт так и назовем и импут у нас то что мы сюда добавили это будет нейм это будет прайс ширили форму на импута и экшенс это будет сейф либо апдейт вот и обновляем все у нас добавилось у нас есть продукт который мы можем перейти и поставить список наших продуктов соответственно по нейму добавлять это ну дефолт него фильтры контент это там с чего начинается что он содержит но 10 например на содержит все на 21 содержит только один нажимает фильтр вообще ничего не нашла пам-пам екал старт вис а энд вис у него будет энд вис фильтр 12 до клип фильтр а это иди на ему вниз она по ней мы не то постер и мой фильтр контейнс вон байзу наш то есть такие базовые поиски соответственно которого конце написали экшенс колонки сюда там любые добавляем как вида закачиваться на кредит это не сразу у нас и по ним сортирует когда можно по ней нажимаем но в общем руками писать соусом ничего не надо и есть активный но опять же есть его сильно кастомизировать прямо вообще это не совсем удобно то есть я чаще всего пишу руками я знаю людей которые всюду его перелопатили и умеют его хорошо кастомизировать какое угодно поле выбираем добавляем она сразу выбирается добавляется соответственно и сидит и редактировать всегда смотрите что у вас форме должны быть параметры которые не приметятся вот на это главное условие это мэйзу 20 апдейт все апдейт у нас прошел это мы находимся на его view ну и здесь мы можем коменты писать чисто для админат удалить потом или подчета и добавляем комментарии это не комментарий к нашему продукты на комментарии от венки что другие админы тоже в коменте там их видели что другой админ что-то прокомментировал там я его обновил либо буду потом удалять вот такое мелкое общение но не знаю помысл никогда не использовал можно удалять соответственно и продукты тоже можно удалять редактировать создавать новый вот сразу получали форма у нас одна как бы идет вот такая вот он там добавляет сразу имя так iphone у нас есть вот соответственно мы сразу создали и нашем списке продуктов расширять нашу возможность типа заметили которая работает примерно тоже самое немного другой уйдет артюай это и рэйл среды в принципе не отличается там сусов ничем вот тоже дает и только у него один конфигурационный файл длинный да не она вообще даже в модель теперь они и перенести раньше был отдельно в конфиге лежал твер в модель они это просто расширение идет тоже работает на базе девайса и cancana тут примерно нету вообще там смысла просто просто в конфиге у нас релс и админербе один файл и мы там все пишем для всех моделей в одном файле не разбиваем их по отдельным админ актив админ регистр но в общем смысл тоже самое просто брать и редактировать модели создавать новых пользователей так сегодня 25 занятия поэтому сейчас мы сделаем домашнее задание итоговая которая будет так и назову это файл дз.текст и сейчас напишу попуток чего вам надо сделать нашел вы хотя бы по этим темам дома что-нибудь поделали так все у нас будет просто вот сложного ничего все что мы проходили тут будет по видео будете находитесь нет будете приходить спрашивать там я не помню что-то сделать и не получается будем просматривать вот это будет блок у нас это будет у нас блок вот ну давайте опишем данные модели и у нас будет модели у нашего блога ну понятно это будет юзеры юзер должен быть у нас через девайс создаваться создаваться ну и подключите туда же какую-то социальную сеть абсолютно все равно кому какую удобно вообще без разницы пользователь мог авторизировать у пользователя будет роли можете делать их и думал вот без разницы то есть какие у меня должны быть поля у юзера поля мы форс моим гласным это понятно email там что хотите туда делайте вот главное чтобы и ену вам роль и и роли будет у нас роли у нас будет следующего формата это будет и простой юзер вот это будет модератор модератор и это будет ну и принципе все админ у вас и так будет один главный админ и соответственно надо будет подключить еще актив админ актив админ дает нам админ юзера дан можно сейчас посмотрели это отдельная модель то есть будет у нас какой-то админ который будет заходить там пользователям сюда будем записывать что он может редактировать это сами юзеров создавать новых удалять их вот динамы роль у нас будет и я думаю у нас будет статус 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 и в статусе пользователь может быть активный актив и блока то есть можно его за банку или банок называть и и не важно то есть эти фирмы в админке юзер может брать банить каких-то пользователей вот соответственно пользователь который заманенный сейчас придумаем какие-то ограничения соответственно есть блок есть блок сам админ в этом блоге пишет своих посты будет dar будет там пишет свои посты соответственно у вас будет модель кроме юзеров и те хоррена у нас будет еще постов да и соответственно простол будет комментарии да и помимо этого постов каждого поста будет лайки которые будут делать пользователь модератор может удалять комменты вот может удалять момента за кем-то чистить лайки у нас были эти добавить и лайки у нас были моменты посты ну и все это дело надо будет все это дело за деплой за хирург пою а им вообще больно что хотите делать какие-то делайте ну мы уже сами стрелись будет страх мы его подключали как мы его подключали просто сидим файлами просто в лаяут запихивали вот он идет ну как вы помните это немного отваливался из-за плохого интернета по всей видимости используйте гемы если они есть bootstrap gem есть всегда bootstrap sas из bootstrap sas все подключается легко подключается легко подключаем импортируем только css делаем на 6 css и ну и в принципе все он там у у нас будет короче bootstrap у нас сразу в аппликейшн из css ничего такого нет ну попытайтесь с bootstrap потому что они там рано или поздно все равно придется с ним сталкиваться так ну у юзера кроме вот этой вот штуки должны быть у нас должна быть у нас лайк есть лайки есть лайки есть шестое это у нас будет images images чего угодно используйте папер клип можно с вами стрелять airway хотите руками делать вот но я бы советовал сюда использовать есть имиджес соответственно у юзера должна быть аватара аватара которая непосредственно это наш хэс ван и и и мы джей был да там будет без ван и мы джей был вы через полиморфик дата с ними джесса у нас понятное дело будет и полиморфиз и полиморфик будет полиморфик ну таки будет называться имиджей тут называться полиморфик имиджей был вот он будет там хэс ван так и и аватар аватар и назовем ее и с имиджей был одна картинка соответственно мы наши посты тоже можно создавать с многими картинками, вы помните, где, в каком, да, тут сразу много можно создавать. Тут хотите туда карусель сделать и просто к списку выводите, как угодно, вот. Ну и главное, что у поста у нас has many images as imageable. Вот, поста, ну, соответственно, у поста будет, что там, текст, текст, лайки, как хотите, делайте через таблицу посредника, либо has and belongs to many, и текст, ну, и, в принципе, все. Ну, помин, соответственно, имеет has one comment belongs to, belong next to user, у него один user, и, control shift, и, 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 был он ступ пост. Ну, в эту сторону, соответственно, все одинаково. Так, intif admin, это самое сделали. Так, пам-пам, deploy to heroku. Лайки. Давайте делаем лайки и дизлайки. Вот, так. Ну, давайте, что, не обязательно, кто хочет, делай, кто успеет. В смысле, это ему тоже самое лайк, какой у него будет, можно сделать иному парабетру, да, там, up, либо down, вот, плохой он, либо хороший, вот, то есть, то есть, еще по типу распределить, то есть, как мы и делали, там, пост, что-то там, слэш, лайк, вот, дизлайк, это, мы делали просто unlike в обратную сторону, теперь можно поставить и дизлайк. То есть, можно просто, ну, сейчас просто напишу, это, например, будет у нас posts, posts какой-то 10, like, и у него может быть type, да, который будет там up, либо down, хороший, либо плохой, либо таки назвать его like, либо дизлайк, вот, вообще неважно, типа такой. Так, ну, вроде, из основного, что мы проходили, как бы, соус, соус, все. Так, дели, быстро, так. Потом, как все это дело, надо будет написать API, которое будет отдавать у нас все JSON. JSON. Сейчас вот мы начнем проходить. Вот, это все должно у нас находиться под слэш API v1, и что это слэш API v1 у нас должно отдавать. Это будет пост, пост лист, список продуктов, список постов, и потом пост сам, а? ну, да, я сейчас этот и индекс, 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 должно быть, этот индекс show, там отдельно один посмотреть, да, comments, comments, вот, и, ну, и все, у коммента, чтобы сразу был вложенный юзер. Кому он принадлежит, просто, вместе с ссылкой на аватару, ну, в угольном стиле, в общем, сами там смотрите. да, я не думаю, что угодно можете добавлять, список юзеров. Итак, для всего этого дела, что использовать как view, как view layer, решайте сами, кто хочет jbuilder стандартный, никаких ограничений нету, jbuilder, можете active model serializer, в общем, можете солянку делать и то, и то, что вы смотрели, вот, кому, что угодно. jbuilder запрещать нету смысла, потому что он в core release и входит тут, то есть он обязательно, ну, по default всегда есть. Так, модели понятны, из всего этого надо authentication сделать, авторизацию, авторизейшн, авторизейшн, и хотите can-can, хотите то, что мы распакивали, пандит, вот, can-can-lipo-pandit, модератор, ну, мы тут уже написали, да, user и модератор, модератор может delete comment делать, давайте еще добавим админа, сюда же, админа, вот, delete comment, и простой юзер может только делать create comment, comment, и update comment, где юзер, это наш current user, user, current user, модератор может делить любые, да, апдейтить может и делить, соответственно, update and delete, and delete, comment, user, current user, модератор может делить, delete, комментарии вообще все, без разницы, да, и админ, ну, соответственно, может делать то же самое, что все верхние, только еще и delete a post, ну, а создавать пост он будет через админ, отсюда можно просто заходить, и он delete it, и delete it, комментарии. Вопросы какие-то есть, что-то? Ну, прицелы тут все проходили, только это блог, соус, соус, то же самое написали. Ну, вроде пока идеи нету, API написали, это написали, социальные сети есть, вот, в принципе, у вас там столько, всем-всем занятия, ну, хоть полтора месяца, можете за базу брать то, что уже есть, попереименовывать модель, у кого времени баллов. Так, ну, в принципе, из этого все, все, и если зайдите сюда и читайте Ruby Assam, Ruby, что просто знает список библиотек, который вообще, который вообще есть. Ну, мы сейчас все руками это реализовали, просто не особо времени было все это рассматривать, где мы их не сильно интересно рассматривать, чтобы сделать лайки. Spike Likes. Сейчас называется Social. Social Networking. То есть, то, что относится к социальным сетям. Нет, это не то. ОРМ. Social. Сейчас мы пробежимся. Все есть. XS Likeable. Read. Record Reputation. System Follower. Common Table with Trading. Сейчас посмотрим. What Table. Вот она называется. Like. Мы лайки сами руками писали, как делать вообще все очень быстро. Access for Table. Подключается гем. И генерируется там модель. И мы можем воутить. она там полиморфная внутри уже. Что угодно. И мы просто в Active Record нашу модель добавляем Access for Table. То есть, она может у нас воутиться. Вот. И соответственно у него появляются методы как LikeItBy User. И вот. И все. Он сразу лайкается. Так. DownVote. From. Это наоборот понизить. То есть, Dislike идет. Ну, в общем, посмотрите. Readme. Сразу готовы уже есть и генераторы. Так же самое там GetLikeSize. Вот. Чтобы и количество подсчитать. Как вариант. Вот. Table. Вот. Чтоб руками не писать. Так. Я закрыл эту штуку. DS. Давайте сейчас сюда поскидываем. Чтобы вы просто посмотрели хотя бы гемы какие существуют. Вот. Table. Так. Так. Есть еще рейтинг. Рейтинг. Гейбл. Он называется. Так. Рейтинг. Admin. Это и где. Social Networking. Commentable. Commentable. Самый простой, чтобы не писать руками комментарии, которые мы писали. Добавляется Access Commentable. Соответственно, он тоже внутри полиморфный. Пам-пам. Пам-пам. Узается Access Commentable. И у нас у любой модели, в которой мы написали Access Commentable, появляется там пост-креателе, да. И Commentable Comments Create. Ну, это Post Comments Create. Вот. Никакой модели не надо вообще создавать. И чего угодно комментируем в одной таблице. Только там заранее предвидено, что у нее есть title и comment. Вот. Но она сразу будет к юзеру какому-то относиться. Вот. Соответственно, соответственно, Access Commentable. Мы сюда можем типы добавить, какие они бывают. Ну, в общем, кому не интересно писать руками, можно свой кастомный класс создать. В общем, гляньте на комментарии. Ну, просто ж узнали, что есть гемы, которые это реализуют. И если интерес руками рассматривать, потому что просто Access Commentable в генерейке по раз появились методы. Ну, мы руками, в принципе, писали. они, в принципе, есть. Trading Comments. А, это Read&Read, где Trading Comments. Вис Трейдинг это когда есть как на ютубе коммент на коммент отвечать и коммент на коммент то есть древом отвечать. Access Commentable вис Трейдинг дает все это дело. Он на базе Access Commentable, поэтому если вы добавили Access Commentable и потом перешли на трейдинг, то есть у вас ничего не меняется. Access Commentable у вас в моделях везде остается. Ну, в общем, он по руту достает. Сейчас, быстрее будут примеры. Пам-пам. И вот. И Comments, Comments Threads. Так, это сразу всех коммент и Threads. Root Comments это только главные комментарии, которые в первой вложенности непосредственно к нашей модели не принадлежат. А Comments Threads это уже который и внутрь. То есть у каждого можем коммент посмотреть, если у него что-то внутри на него отмечали. Вот, таким же образом у него тоже Comments и вытащить. Вот. То есть коммент на коммент тоже руками можно не делать. Так, Read on Read это было либо не был ну, чтобы какой-то Vue считали, только прочитал данный пользователь либо не прочитал какую-то модель. Вот, мы просто Vue Count с вами увеличивали. То Read on Read, Jam Read, ну, соответственно, генерируем для него там миграцию, он создает отдельную таблицу тоже полиморф, и XS Read у нас появляется у чего угодно. Это кто, и Reader это кто у нас будет читать все это. То есть User и с другой стороны Readable, что у нас читается. Ну, например, это наши посты. Мы будем смотреть висок пользователя, который вы прочитали, то есть который в него зашел. Вот, мы таким образом добавляем. Он креетит, какую, какую сущность мы будем там, по-моему, где обновлять. Так, ну и все. Unreadby, Readby. Кем был прочитан? Вот, как мы делали View. Или там Viewby, по-моему, ну, Likeby, и так далее. Readby, Viewby, Unread, и так далее. Вот, добавляет. Readunread. В общем, читайте Cruise Rails и смотрите, может, какой-то гем уже будет готовый. их вообще полно. например, сегодня мы рассматривали Active Admin. Он, одним словом, Active Admin, у него есть Rails Admin, который я вам говорил, но еще, как оказывается, у него есть нечто подобное клоны, да, которые делают рома, то же самое, их много. Вот, ну, один из самых популярных это Active Admin, потом, который я слышал, это Rails Admin. Общий гемов, полная куча, включая WebSocket, мы с вами рассматривали, это WebService, WebSocket, для реализации WebSocket тоже есть, то есть мы там только Pusher, смотрели, тут слайдеры, это там open-source Pusher, там тоже самый интерфейс, вот, в общем, куча всего, хотя бы смотрели просто, какие гемы есть, Service and Apps, Facebook, вот, вот, это когда мы сейчас смотрели, в уме, а у всех нам приходит токен, и мы можем в Open Graph, там по определенному токену user, а тут токену нету явно, и забирать с него всякие данные, вот, вот нам надо user ID, антификейт, если с токен, и можем всего там фетчить информацию, и доставать его, там, picture, и в общем, более подробные вещи, включая друзей, там, если мы их положили в скоб, короче, власти, по этой штуке, как минимум, если, когда в работе вы столкнетесь, не важно запоминать название гемов, еще что-то, вам главное знать, что такие библиотеки, из которых шаг, какие-то проблемы определенные, ну, чтоб руками не писать, это просто сэкономит ваше время, но не всегда, то есть, надо потом все, если он по дефолту подходит, хотя бы на процент на 80, это еще отлично, если надо там, что-то кастомизировать, но в нем придется разбираться, бывает быстрее самому написать, ну, знать их, в общем, все надо. Так, ну и переходим к интересной теме, это IP, которую я вам написал в самом конце, как его, в принципе, делать, вот, чтобы это было, понятное дело, можно ли делать через отдельный namespace некий, вот, можно это все вкладывать, прямо в наш контроллер, у нас есть продукты, да, и отсюда отдавать вот разным JSON форматам, вот, сейчас найду какой-нибудь пример, пример, когда это плохо, ну, например, когда нам там, ау, сейчас еще, самый интересный гем, который вам в любом случае понадобится, чтобы вы потом не городили велосипеды, это Jam и Jam Cell, называется, когда у нас на каждой странице есть, один и тот же некий объект, какой-то виджет, не знаю, погода, например, вот, и он у нас там внутри лежит, например, или вообще, сколько у нас пользователей в системе зарегистрировано, вот, мы на каждой странице хотим его показывать, не в лояльности, а вообще, в каждом view, вот, то нам пришлось бы в каждом бы контроллере объявлять там какую-то переменную везде, какую-то там users count, чтобы просто там его выводить, вот, и везде его, в принципе, define, то есть такая замечательная штука, как Jam Cell, он им рекапсулирует часть некого блока, так, application controller, command, это вот Cell создает, сейчас ее посмотрим, у нас появляется в папке app, папка cells, и мы можем, что угодно, в общем, саму Cell, как отдельный контроллер реки, создаем, у нее есть свои view, и их, соответственно, в, в наше view просто рендерить, common cell наследуется от Cell view model, в общем, свое, ну, посмотрите, если у нас время останется, мы его пробежимся, вот, как блоки, в общем, главное, посмотрите, руби асом, там есть все, вот, чтобы узнали, какие гемы решат эти проблемы, вот так, приходим к нашему app, к нашему app. Понятное дело, что можно обвестись без определенного namespace, но когда это плохо, например, у нас такие как Cell, которые решают проблемы, тут мы еще инициализируем кучу всяких у нас вариаблов, а в API они, в принципе, как бы не нужны, вот, нужен сам непосредственно продукт один, и поэтому это все выносит namespace, как мы сейчас и говорили, в Raukserby, Raukserby, и делаем namespace для нашего, вот, ты комедия много-то, так, namespace, называем его API, можно еще оборачивать V1, там, у нас будет просто API. Так, и первое, что мы начинаем, это наши продукты, создаем resources, resources, products, products, что все было просто, мы заходим в наш, rails routes, rails routes, грепаем, и смотрим, что нам, а, я в лесу не нахожусь, сидим, шел, и грепаем по нашему API. Соответственно, у нас появился крут, для всех продуктов, но все должно у нас находиться вот в этом вот namespace, вот, так как он ожидает формат, по умолчанию формат HTML, да, мы уже знаем, что есть defaults, defaults, или defaults, сейчас мы уже написали, defaults, defaults формат, можно указать сразу namespace, так как это API, да, не имеет смысла, там никакого HTML использования, у нас в этом будет всегда JSON, поэтому мы создаем namespace, если у нас будет jbuilder, то самого view мы тоже должны сами view держать в namespace, namespace подразумевает, это у нас папка new directory products API, папка API, вот, и требует у нас products, products controller, ну, все начинается у нас с application controller, пандит и так далее, можно тут создать API application controller, с которым мы будем наследоваться, вот таким вот образом, поэтому в API мы создаем файл, application controller, control rb, создали, и все это должно находиться у нас в модуле API, API, вот, здесь, соответственно, наш класс application controller, который будет наследоваться от нашего главного класса, например, application controller, и будет его как-то расширять, либо переопределять, вот, получается, этот application controller, он не перезапишет нас этот application controller, потому что этот application controller находится в глобальной области видимости, чтобы до этого application controller нам нужно сделать API две точки, два раза двоеточие, application controller, вот, они в разных спейсах, хотя одинаково называются, вот, если мы хотим внутри даже нашего API потом будет какой-то там класс, какой-то продукт с контроллером, хотим от нас, будем наследоваться просто, как мы находимся внутри нашего модуля, внутри нашего модуля находимся, то по умолчанию он будет application controller начинать искать с этого модуля, вот, но если мы захотим какой-то наш класс в этом наиспейсе отнаследовать все равно от главного application controller от глобальной области видимости, то глобальная область видимости просто позначается вот так вот двумя точками, то есть, если здесь ничего нету, он начинает наоборот идти с самого верха, вот, если что-то, если ничего нету, он начинает идти наоборот искать, вот, соответственно, мы все наши, здесь мы наследуемся от application controller, можно так показать, ну, в инициализации еще нету, никакой проблемы не будет, что от контроллера мы расследуемся. Вот, дальше, что нам надо? Нам надо посты, продукты, products controller, controller rb, все находится в модуле, можно писать сокращенно класс API две точки products controller, но это считается не сильно читаемым, хотя, в принципе, многие так пишут, модулы, в общем, все, я обрамляю так, вообще, в общем, это альтернативный ситексис, есть у нас products controller, который у нас наследуется от application controller, я дана случая, он найдет имейт от application controller, вот, здесь и так, он найдет наш глобальный, вот, application controller, ну, давайте начинать с метода dev.index, да, пусть он вначале отдает все, у нас будет products равно product all, и будет у него render, рендер, давайте с фьюхи начнем, как она будет выглядеть, products all, соответственно, теперь у нас появляется API, API products, API products, API products, API products, API products, API products, контроллер индекс, с джейсон, а он отрендерил, экшен, ноут имплейд фаунт, а пи продукт, контроллер, ради реки, тхэд, ноу контент, вот, получается, что у него просто ничего нет, он отдал, я вторичный какой-то, так что, что-то было, нужно, джей, юбер, да, как минимум, какую-то вьюху, то, что мы здесь рендер не написали, да, по-моему, чайник что-то забил, соответственно, мы зайдем в view, если хотим использовать джейбилдер, делаем директорию в этом же самом же наиспейсе, он здесь будет искать по-своему API, API, у меня уже должно лежать, продукт, по примеру, как есть девайс, девайс это тоже наиспейс, вы видели, мы класса туда брали, девайс у меня с колбэк контроллер, вот поэтому все лежит в девайсе, вот здесь ровно то же самое, создаем папку директория продуктс, продуктс, в нем создаем индекс, индекс, джейсон, джей, уилдер, джейбилд, текстовый, нет джейбилдер, так, окей, ага, повторный, джейбилдер, о, так, у него все начинается с джейсона, да, у него есть коллекшн, коллекцион, коллекшн, и указываем, что у нас коллекшн, это продуктс, ну, как минимум, он сейчас должен уже найти наши продукты, и вот, так, вот так, коллекшн, рейн, о, и будет коллекция, соответственно, он все наши продукты сделал, по умолчанию мы не ставили джейсон, потому что мы поставили дефаут, в роуте, вот, можем создать, и мы теперь тут паршл, нижнее подчеркивание, и продукт, джейсон, джейбилдер, джейбилдер, и сделаем, джейсон, экстракт, экстракт, перри родничник, так, не подходил, в чем, экстракцию, объекта, продукт, джейсон, сам обжиг, обжиг, продукт, продукт, он идет, айди, еще там сам, сам, не понял, что надо его делать, теперь мы указываем наш рэй рэй какой пошел какой паршал паршал у нас продукт и с продукт мы говорим что это у нас перечисления внутри насчет его просто и чевать и чевать в какой паршал все это запихивать и каким параметрам внутри будем его видеть в этом пошли вот сделали можно использовать сериал лазер что нам еще интересно с какой-то ну в общем дома начинаете делать домашнее задание и мы и насыщает тем если еще занятие мы будем рассматривать api и как пользователь аутентифицируется в api тоже нет уж формы как таково это будет использовать какой-то мобильный телефон вы должны определять пользователя какой карант юзер через толкин вот сессию делать типа как фейсбук нам отдает тоже толкин авторизации тоже обращаться и доставать на друзей и так далее как наши системы пользовались мобильные телефоны либо сингл-пэш аппликейшн стополя ангуляр там еще кто-то нам будет все равно кто-то в процессе или несложно если у кого-то есть какие-то сложности вы подумайте на выходных и скажите какая-то тема была не сильно понятна еще раз пробежимся мы все смотрели все есть видео на крыльях и все